И снова всем привет, друзья! Вы смотрите и слушаете в 67-й раз или Супер Дизет подкаст. Сегодня в наших традиционных темах мир гонок. Сегодня мы обозреваем Гран-при Майами и затем множество других гоночных серий. Затем, как отжигали любимого героя команды, наша вторая тема. В ней мы расскажем о том, как определились участники полуфиналов конференции в NHL и в NBA. Ну и затем, в виде игрного большей предстоящей, Май месяц стартовал некоторые недели ранее и соответственно продолжается у нас Май месяц. А Май месяц интересен тем, что всякое в релизах может измениться. Да и выходит одна игра, одна игра, а продолжается разработка другой. Усаживайтесь поудобнее, запасайтесь с тем, чем угодно и мы незамедлительно начинаем наш 67 выпуск подкаста. А начнем мы нашу первую тему мир гонок с обзора Гран-при Майами. И сегодня у нас будет обзор третьего в истории Гран-при Майами и штата Флориды Формуле-1 гонки на Майами Интернешнл Алтодром Майами Гарденс, штат Флорида. Так вот, на 5-ти километровой трассе происходило всякое. Всякое происходило. Единственная тренировка прошла 3 мая 2024 года в 12.30 по местному времени и она была выиграна Максом Ферстаппиным и его быстрейшим временем в тренировке. Впереди он ехал впереди Оскар Пиас и Краус Санис Джуниора. Единственный красный флаг был дан из-за того, что разворот был и заглохла машина Шарля Реклера в 16-м повороте. Ну и дальше все тренировали квалификационные пристрелки на спринт. Так вот, спринтерская квала выглядела так. Выглядела так. Спидлейна стартует спидлейна стартует Алекс Алман Логан Саджент на 18-м на 18-м месте. А спросите, почему он на 18-м? Потому что на предпоследнем месте Вальдер Реботтс, который получил заблокировку за блокировку Оскара Пиастри в первой квали-спринта три места пенализации. Далее Джо Гуан Ю и Пьер Гасли и Юди Цунода он открывает в обратном порядке топ-15. Если что, я в обратном порядке говорю, с вашего позволения. Кивен Манусен 14-й, 13-й Эстабан Акон, 12-й Льюис Хэмплтон, 11-й Джордж Шассел, 10-й Ник Халкенберг, 9-й Ландо Норрис, 8-й Фернанд Олн, 7-й Лэнс Трулович, 6-й Оскар Пиастри, 5-й Карл Сайн Джуньер, 4-й Даниэль Риккерд. Это лучший результат в спринте для Даниэля Риккерда на Рейсинг Боллс. Третий Че Копея, второй Шарли Клер и первый Макс Ферстаппин с временем 1,2641 секунды. В третьей Квале он показал этот результат. Ну и, соответственно, спринтерская гонка шла дальше. Спринтерская гонка шла дальше. Алекс Албан стартовал с Питлейной за изменение регулировок подвески. В первом повороте после старта Ландо Норрис был замешан в коллизии между тремя машинами. Это Хэмилтон, Алонс и Струлович. Струл запушил Алонс в правую заднюю правую часть машины Норриса. Разворот Макларена произошел и дамаг есть дамаг и в общем-то сейфтикар период сейфтикара соответственно привнес некую надежду, но не совсем он привнес для Дэнина Рикерта, который атаковал еще и Чеха Переса. Да и в общем-то никаких компромиссов здесь не было. Ну а перед концовкой спринта Кевин Магнусен защищался жестко против Льюиса Хэмилтона, но не очень даже красиво потому что Магнусен получил 20-секунд финализации за спровоцированное столкновение с Льюисом Хэмилтоном. Возможное спровоцированное столкновение. Юйки Цуноди взял возможность обогнать обе машины. Хэмилтон получил драйв-тру пеналти прайс по петлейну во время гонки которая конвертнулась в 20-секундную пенализацию из-за превышения скорости на петлейне во время периода пейскара и это позволило Цуноди войти в очки в спринте. Пьер Гасли не получил очков но получил высший финиш в сезоне для Альпин. В спринтах Логан Саджент взял 10-е место после Гран-при США 2023 года финишировав 10-м. Рикердо тоже получил высший очко после Гран-при Мехико финишировав 4-м. Ну а тройка спринтерского заезда выглядело так. Макс Ферстаппин 8 очков 7 у Леклера 6 у Переса 5 у Рикердо 4 у Сайнса 2 у 3 у Пиас 3 у Халкин 1 у Цуноди Вне очков мы видели Гасли Санжент Джо Гуаню Рассел Албан Ботас Акон Хэммитон получил изначально финишировал 8-м. Но получил директор пеналти который конвертировался в 20-секунд пеналлизацию за превышение скорости на петлейне. Там же Фернандо Алонсо на 17-м. Кевин Магнусон из-за того что изначально финишировал 10-м. Но получил 3 10-секунд пеналлизации 1 5-секундную. Первые 3 за выезд за пределы и получение преимущества и другое за превышение границ трассы. Сошли у нас из-за коллижен дамага Ландо Норрис и Лэнс Трулович. Макс Ферстаппен 1 340-415 новый лучший круг на четвертом круге. Ну а дальше шла в субботу квалификация шла в субботу квалификация которую ее выиграл Макс Ферстаппен и получил он в седьмой подряд пол ставший первым пилотом сделавшим это как Льюис Хэмптон в 2015 и вторым пилотом получив первые шестипол вторым пилотом получившим шесть полов как Алианпроф в 93-м году на тогдашнем Вильям Сирино и Макс Ферстаппен не принял этим аспросить и показал время на этот 7 241 тысячная за ним на первом ряду старта стоит Шалли Клер на втором Карлс Инженер и Чико Перес дальше Ландо Норрис Оскар Пиастри два Макларена на третьем ряду старта затем в том же порядке но Мерседесы заводские Рассел и Хэммельтон на четвертом ряду старта на пятом Ник Халкенберг и Юхи Цунода Строл Гасли Акон Албан Алонсо Ботас Сарджент Рикьярдо получивший три места пенализации в основной гонке за обгон Ник Халкенберг под Пискаром в предыдущем раунде в Китае он стартует в 20-м Ахимин Максон Джо Гуанью соответственно повысили свои места на одно место выше это Хас Феррари Киксаубер Феррари в общем-то гонка шла дальше в воскресенье 5 мая 2024 года 16 часов по местному времени и шла на 57 кругов так вот Дэниел Рикьярдо который квалифицировался в 18-м получил три места пенализации на решетке за предыдущий Гран-при Китай когда только началась гонка Макс Ферстаппин продолжал лидировать в первом повороте и его напарник Чеха Перес который изначально фальстарт допустил и затормозил очень даже вовне едва не случился момент не только с Ферстаппином но пилоты Шарли Клэр и Карл Сан Джуниор едва не допустили еще одного столкновения на старте но когда Оскар Пиастр увидел возможность эту возможность он сразу же проехал с 6-го на 3-е место Ферстаппин создавал отрыв большой отрыв от Риклэра в то время как пилоты Стабанакон и Пиар Гасли из Альпина Рено боролись колесо в колесо и Гасли словно выиграл у него это место ну и Нико Халкенберга и на Хасе прошел Лиза Хэмильтона для того чтобы взять седьмое место Пиастри обогнал Ликлэр на помощи ДРС и Хэмильтон хорошо обогнал Халкенберга только он перетормозил Хэмильтон обошел Халкенберга еще раз после чего потерял позицию Джорджу Расселу Вильямс и Заубер останавливались в боксах Халкенберг присоединился к ним больше пилотов заезжали в бокс за сменой резины Перес первым из лидеров остановился он присоединился к Ликлер там же присоединился к Ликлер за остановкой в боксах за Хардом и в эту минуту Ферстаппин создавал огромный отрыв но допустил ошибку в шикане в 14-15 поворот и сбил колышек ограничительный столбик я бы сказал потому что столбик обозначается мини-сектором после чего это было после чего переднее крыло выпало в 16-ом повороте и это принесло в период виртуального пейскара проезд по поребрикам в результате дамага в результате дамага днища на машине Ферстаппина оказался вообще страшным для Рэдбула и во время этого периода пейскара виртуального Фернандо Лонца от Стабан Акон Киев Манусен сделали свои пидстопы Ферстаппин немедленно после периода виртуального пейскара после периода виртуального пейскара который он завершился заехал в боксе за сменой крыла и резины Хэммертон взял медиум и Рассел харде Пиастри взял лидерство вкусив короткую свою радость и Сайнц и Карландо следом за ними это Сайнц и Норрис между прочим после этого пиастри сайнц заехали в боксе которые дали эффективную лидерство гонки для Ландо Норриса для товарища Карл Сайнц Джуниора вместе они друзья и соответственно Сайнц и пиастри последовали этому примеру ну и в этот момент инцидент между Магнусеном и Саджентом и Саджент ввиду контакта с Магнусеном получил серьезное повреждение Магнусен который получил пенальти заехал в боксе для непосредственной починки этот инцидент привел к полному периоду Пиастри которое позволило Норрису смениться на свежую резину и преимущество во время рестарта дать для пилота Макларена Юки Цунода Джо Куаню и Риккера также сменили свои шины во время этого периода Пискара Ферстаппин поймал Пискар но Ферстаппин тоже заехал в боксы и Пискар ждал лидера Норриса который лидирует впервые в Гран-при впереди Ферстаппин и Рикклер а Конн был на 10 который получил первые очки для Альпина в этом сезоне можно получить ящики для Альпина в этом сезоне а Конн на 10 месте но как гонка ишла дальше Пискар жился на питлейн на 32 круге во время рестарта Норрис под давлением от Ферстаппина взял защитную защитную взял оборону своей позиции Ферстаппин потерял время за Норрисом который уже делал большой отрыв в эту минуту Санец атаковал Пиастри и из-за этого переднее крыло и соответственно повреждение переднего крыла австралийца вывела его из очков Санец получил 50 секунд пенализацию во время гонки из-за этого смена крыла и резины Пиастри пробовал выйти в очки но перетормаживал во многих местах и другой Пискар мог обезопасить лидерство Норриса Пиастри показал лучший круг здесь нет никаких инцидентов во время не было никаких инцидентов больших во время этой гонки Илен Струлович ехал за Алексом Албаном чтобы обогнать его Истрол получил за это 10 секунд пенализацию за обгон вне трассы Норрис прошел множество кругов начиная с 27 по последний 57 круг и выиграл как известно первую победу после 110 стартов в его карьере это первая для Макларена победа после 2021 года гран-при Италии которую выиграл Данина Риккярдо победа не случайно была дана Норрису из-за того что Норрис был в дубле с Риккярдо в Италии был вообще интересным выигрышем для Макларена это была первая победа для пилота из Британии которая которая обозначалась как первая для клиента Мерседеса вообще как для команды Мерседеса после того как Рассел выиграл за заводской Мерседес в Сан-Пауло Италии Гран-при Бразилии 2022 года после 15 после 15 подиумов и он взял высшую стимулистал подсчет и также вместе с Норрисом Норрис также вместе с остальными блоками Норрис сравнялся с рекордом который обычно поставили Патрик Де Пайе Мика Хакинен Эдди Ирвайн и Жан-Элизи за полное количество подиумов до того как они выиграли первую свою победу в Гран-при итак Ландо Норрис у нас выиграл Ландо Норрис у нас выиграл гонку в Майами 114 победитель среди всех первых победителей Формуле 1 у нас известен Ландо Норрис затем Ферстаппин Леклер Перес Сайнс Хэмитсон Цунода Рассел Алонсо и Акон два брата по оружию Алонсо и Акон в сумме набирают два очка для Астон Мартина и одно для Альпин Рено Мерседес простите 12 очков Рейсинг Булл 6 Феррари 25 18 плюс 12 30 очков Рейс Булл и 25 у Макларен Мерседеса Оскар Пиастри показал лучший круг на 3643 но это не в десятке к сожалению и соответственно в Десятке у нас расположили следующие пилоты Ника Халкин Меркасс Феррари Пьер Гасля Пин Рено Скорпиастри Макларен Джо Гуаню Кикзаубер Дэниел Рейсинг Булл Рейсинг Булл Булл Пауэр Трейнс После гонки он получил проект Поппитлейно конвертирующейся в 20 секунд пенализации за несмену резины во время периода Пиаскара во время периода Пиаскара хотя конечно Магнусон рассчитывал на большее Логан Сажин сошел у нас с дистанцией Гран-при Майами и соответственно по итогам этого после первых шести этапов казалось бы отрыв составляет между Феррстаппином и Пересом 33 очка эти 33 очка могут смело отыграть следующие пилоты Шалли Клера 98 очков 183 Ланда Норриса получим результат у Норриса переди Сайнса Клугоних кстати поровну очков у Норриса с Сайнс инженером Пиас 341 37 у Рассела 33 у Алонса 27 у Хэммертона 14 у Цуно 9 у Строловича по 6 у Халкендерга и Бермана дебютировавшего на Гран-при Садовской Аравии 5 у Даниэла Рикерна по одному защитному балу Стабана Акона и Кевина Магнусона Алекс Албон Джо Гуанью Пьер Гасли Вальтери Боттес и Логан Саржент по нулям очков может быть даже Альпина Рено выбирается из зоны аутсайдеров Веремс Мерседес и Гигзалбер по нулям очков Альпина Рено 1 очко 7 у Хас Феррари 19 у Рейсинг Булс 42 у Астон Мартина 64 у Мерседеса 124 у Макларен Мерсед 187 у Феррари и 239 лидеров сегодняшнего Кубка Конструкторов Ред Бул Вот так это все и происходит в наших гонках Формулы 1 Ну и теперь давайте обратимся к нашему чемпионату мира по ралли Обратимся мы почему? Потому что у нас превью ралли Португалии Ралли Португалии Ралли Португалии 337 километров общая дистанция на гранинах дорожках 22 участках один из которых Power Stage один из которых Power Stage и в защите чемпионата у нас топ-5 Тириновель Эльфин Эванс Адриан Формол Оттанак и Сэп Ожиев в топ-5 Николай Грязин на 14 месте 5 очков наш знакомый хорошо для всех бальщиков чемпионата мира по классическому ралли Ну а в защите производителя Т-дога Зорейси 176 на 169 Укендай Шелл Мобис WRT и Мспортфор WRT 96 очков Вот так это все и получается в наших гонках Тем временем RSKG Российская серия кольцевых гонок Сейчас мы к ней и обратимся Сейчас мы к ней и обратимся к нашей гонке к нашим гонкам СМП и RSKG На русском у нас уже имеется вот эта страничка Правда результаты уже у нас имеются В туринге у нас в TCR Russia Владимир Атоев выиграл первую гонку и Кирилл Смаль вторую гонку На подиуме стояли Михаил Симонов и Александр Смолер в первой гонке Артем Слуцкий и Дмитрий Брагин на подиуме во второй гонке Таким образом Владимир Атоев лидер в чемпионате с двумя очками преимущественно от Михаилом Симоновым Александр Смолер 71 очка 65 у Дмитрия Брагина 63 у Ивана Чубарова 51 у Павла Кальмановича 48 у Артема Слуцкого Кирилл Смаль 47 у Рустам Фатхудинов 38 у Егора Санин 34 у Максим Туриев 34 у Порну с Егором Санином и Захар Слуцкий с 16 очков Суперпродакшен Владимир Шишени 98 очков Роман Голиков Кирилл Ладыгин 81 у Леонид Платфил 79 64 у Андрея Петхумова Ивана Овсиенко 50 у Артема Косарева 31 очко Михаила Максима Архангельский 30 очков 29 у Артемия Мельникова Николай Виханский 10 и Александр Гармаш 7 очков В Туринг Лайте Владимир Черевань Петр Плотников и Андрей Масленников в десятке точнее в тройке простите Данила Хорошун и Максим Солдатов 29 на 25 4 очка разница между ними в десятке Николай Карамашев Илья Роткин Иван Твердохлебов Артем Антонов Артем Фридман Татьяна Елисеева на 15 месте 5 очков кстати Татьяна Елисеева если вдруг не знали гонялась еще в Кубке ЛАД в 2004 году будущей еще не только дебютанткой но и вообще представительницей прекрасного пола в гонках соответственно С1600 С1600 Николай Калинин 43 очка 38 у Филиппа Тупасонова Тупоносова Роман Черепаков 38 Александр Поченков 32 и Василий Кораблев 31 очко Ну а дальше в GT4 Russia Алексей Несов Алексей Несов 87 очков 61 Сергей Титаренко Сергей Титаренко Сергей Титаренко 54 очка Ирина Сидоркова 53 Дмитрий Анастасиадис Анастасиадис простите 36 очков Дмитрий Родионов 33 Денис Тременяко 25 Андрей Солуков 24 Дионис Анастасиадис 24 очка Лев Толкачев Светлана Горбунова 18 очков Ну а дальше В СМП Хисторик Кап 2000 и Хисторик Кап 1600 лидирует Владимир Черевань многоопытный и Андрей Козлов 62 очка на пару с Владимиром Череванем Ну и дальше я думаю вы все знаете из-за событий СМП РСКГ В общем-то в общем-то следующий наш гоночный класс который вы услышите сейчас это ТСР Волд Тур ТСР Волд Тур и Волд Тур там мы видим что у нас прошел этап в Маракеше 2-4 мая как единственный скажем так единственное мероприятие в ТСР Волд Тур Так вот лучше по позиции Яна Эрлахера Яна Эрлахера из команды Линк НК 03 FL ТСР Линк НК Киан Рейсинг чья машина провела первые два этапа Ну а лучшие круги у Марка Бути Мацин Хуа который выиграл и вторую гонку второго этапа Ну а первую гонку второго этапа выиграл Ян Эрлахер Норберт Метелес лидирует в чемпионате 97 очков Венгер с агроном 16 оттягу Рути Яном Эрлахером лидирует в сегодняшнем чемпионате ТСР Волд Тур Табан Гирири 77 очков с Нестором Гералами 82 очка у них порно с Яном Эрлахером но по лучшим результатам Ян Эрлахер выше чем Нестор Гералами Соответственно Душан Баркович 22 очка Сами Тауфик 24 очка 64 у Джона Филиппи Мац Нихуа знакомый нам по выступлениям в формуле 1 на тестах 66 очков Микель Аскона 69 69 Это что касается как известно ТСР Волд Тур Дальше у нас Супер ЖТ Супер ЖТ Супер ЖТ у нас прошел этап Прошел этап на трассе Фудзи 3 часа Фудзи GT Рейс И там 34 мая в классе GT500 Позисион взял коллектив АСТМО Рейл Рейсинг под 17 номером Лучший круг Экипаж Номер Теннис Мэн ДДП Митсу Нори Токабоши И Атсуши Мияки Это в GT500 Мы видели Мы видим результаты А в GT300 Дистейшн Рейсинг Взял лучший круг Томанобо Фуджи И Чали Фак А вот Экипаж Номер 88 ГЛО ГЛО Си Так как Кагур Юя Мотожима Юя Мотожима Мотожима Взяли полпозижна Выграли гонку В GT300 А в зачете От GT500 Мы видим, что После этапа Фуджи 31 очко Ушо Ушо Цубо И Кент Гимашиды Экипаж номер 36 Ти Джи Артим Томс Митсу Нори Такабоши Атсуши Мияки Третий экипаж Низменный НБТП На втором месте На третьем месте Катсуя Мачи И Рони Квинтарелли Номер 23 Команда Низмо ТГР Тимс САРД Ючи Юки Сикигучи И Юичи Накаямы На ухе Тадасуки Макино Экипаж С сотого номера Стэнли Тим Куни Митсу Шестой номер Кудай Тука Цукакоши И Каку Ношен Отто Номер 17 Экипаж На шестом месте Команда Астаму Рейсинг Хируяки Ишиура Тошики Ою 38 номер ТГР Тим Кипер Черумо Тим Импуль Бертон Бойки Катсуки Хирамине 12 номер 12 номер 12 экипаж Тим Импуль Юко Сахара Тридцем Номер Экипаж ТГР Тим Делуат Томс Вместе с Жулиану Оридзин В 9м месте Набихару Набихару Мацушито Итаму Кино Джири Артан Восьмой Экипаж На 10м месте В зачете Катсу Шимонер Фуку Зуми 14 номер ТГР Тим Энеос Руки На 11м месте С тремя очками Два очка Итам Хироки Оце Ренсату Из арты 16 экипаж По одному баллу Такое Изава Рикио Суа Рикио Куса 64 экипаж Мото Мадула Накаджимо Рейсинг И 19 экипаж ТГР Тим Вец Моторспорт Бандо Юджи Кунемоты Сена Сакагучи Единственный Экипаж Который Не набрал Очков Это Сугио Мацута Итепи Натари 24 экипаж Кунду Рейсинг В GT300 У нас Жоаполо Деоливейро Даки Сансаки На пятом месте Лидирует Юи Татсуми Ихиби Китайра На первом месте После этапа Фудзи Дальше Никлас Крутен Сейджи Ара Восьмой экипаж На BMW МТИМ Студии XCRS Седьмой номер Экипаж Роберт Эмири Мунтан Еши Еши Катайяма 13 место Команда Лиман Шестой Экипаж Бруно Спинглер Бывший Пилот ДТМ Седьмой Экипаж БВ Тим Студии Сиарес Не участвовал В первой гонке В первой гонке Но занял Одиннадцатое место Вообще В этом заезде Игорь Игорь Амур Фрага 50 экипаж На 14 месте Тоже не набрал очков Чарли Фаг Дистейшн Рейсинг 0 очков Марка Соренсен Дистейшн Три семерки Дистейшн Номер Экипаж На 12 месте Два очка Ну что ж Это касается У нас Суперджети Наших Сегодняшних Заездов Суперджети А сейчас Наскар Наскар И мы Приступаем К гонке Обзор Гонки Обзор Гонки В прошедшем 5 мая Адвин Хелт 400 В Канзасе Адвин Хелт 400 В Канзасе Там мы Видим что Был у нас Как известно Плотный Самый Плотный Финиш В истории Носкара Одна тысячная Разделила Кайла Ларсона И я думаю Вы догадаетесь О ком идет Речь Криса Бушера И в итоге Четверка Вот этих Пилотов Кайла Ларсона Крис Бушера Через Элит И Мартин Труикс Словно Их разделила Одно тысячная Секунды Одно тысячная Секунды Разделила В итоге В официальном Отрыве Официальном Отрыве От победы В общем-то Рекорд Принадлежащий Плотному Финишу В 2003 Году Украина Дорж Дилерс 400 В Дарлинтоне С тем же Отрывом И второй Плотный Финиш В 2016 Паршерскую QQ300 Экспенити Серии С гонки С отрывом В 0,040 Секунды Вот так Это все Происходило А пока Результаты Стейджа Первый Стейдж Выиграл Дэни Хэмлин На пару С ним Росочистень Кайл Ларсон Крис Бушер Кайл Ларсон Дэни Хэмлин В топ-3 И второго Стейджа Ну и дальше В итоговом Стейджа Кайл Ларсон Выиграл С плотным Отрывом В одну Тысячную Секунду От Криса Бушера Далее Чейс Элиот В тройке Вне тройки Мартин Тройкс Младший Дэни Хэмлин Кристофер Бел Аликс Боуман Кайл Бушнова Грексон Майкл Макдау Брэд Кизиловский Райан Блейн Джон Хантер Немичек Тоджи Лиан Берри Рики Станхаус Жюниор Баба Волос Джастин Хэйли Рост Чистейн Тайлер Рэддик Чейс Бриско Кори Хайм Вильям Байрон Харсон Хачевар Остин Дилон Кори Ладжо Дэнил Суарис Райан Приз Исленд за ними Зейн Смит Дэнил Хэмрик Дэрик Краус И Скавлик Рейсинг На круг отстали Тайгип Остин Хилл Джо И на два круга Джо Лагано И Рали Хербшт На более чем На более чем Шесть кругов Отстала Харрисон Бертон А сошли Носистин Сидерик И Джимми Джонсон Из которого Полетел огонь Буквально Из его машины Команды Legacy Motor Club На Тойоте 27 смен лидерства Среди 10 Среди 10 Разных пилотов 7 желтых флагов За 43 круга Ни одного красного флага Не было дано 3 часа 10 минут 42 секунды Время гонки Средняя скорость 23 км в час Множество ошибок В этом отрыве От победы Ну и соответственно После вот этих всех Историй С сложными Финишами У нас Кай Ларсон 467 очков 438 Мартин Турекса младшего Это мы говорим Про том 16 Сейчас Наскара Чеселли 412 401 Суденихем 374 Уталия Редика 367 Райна Блейни Дальше 362 у Вильяма Байрона 338 у ВТА Гипс 336 у Алиса Боумана Ростчистенье 331 Крис Бушер 3016 314 Кайл Буш 296 у Кристофера Балыча Избирску 296 287 у Брэда Кизиловский И Баба Волос 283 В защите производителя Шевролес 446 435 у Тойоты 3098 у Форда Отрыв между Шевролей и Тойотой Составляет 11 очков Сейчас и наверное Всякое может измениться В этом Наскаре Ну и соответственно Гудир 400 Следующий этап Он состоится 12 мая в Дарлингтоне В Южной Каролине Дарлингтон Рейсвей Гудир 400 Ну и после нее Будет гонка Всех звезд Наскара На Северном Вилсборо Спидвей На Северном Вилсборо В Северной Каролине И чем интересен Этот Норд Вилсборо Спидвей Тем что Тем что Он проводит гонки Всех звезд Наскара Открытый Наскар Опен Наскар Опен Оллстар И Оллстар Рейс Наскар Состоят 19 мая В гонках Будет 100 кругов И 200 кругов Дистанции На Норд Вилсборо Спидвей В гонке Всех звезд Наскара А после чего Кока-кола 600 будет у нас На Шарлот Моторспидвей В Конкорде Северной Каролине 26 мая И соответственно После гонки Всех звезд Наскара Пройдет гонка Как я уже говорил Шарлот 14 этап Который может быть И Дав на все ответы На вопросы Кто Выйдет фаворитом Из Шарлота Из Дарлинтона Первым Вообще Ну что ж Дорогие зрители И слушатели Нашего подкаста Вы прослушали Первую тему Мир гонок Мы рассказали вам Об обзоре Гран-при Майми И о новостях Из гоночных серий В следующей неделе Мы расскажем Немного О Гран-при Милли Романи О Гран-при Милли Романи А иначе Гран-при Сан-Марина И о многих Гоночных сериях А сейчас Давайте расскажем О том Как отжигать Любимые герои команды На прошедшей неделе Итак Смотрим Начинаем Нашу вторую тему Как отжигать Любимые герои команды С обзора Play-off NHL У нас Определились Полуфиналисты Конференции И у нас Полуфиналисты Следующие Флорида-Бостон Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Лос-Анджелес Простите Колорадо-Даллас И Ванкувер-Эдмонтон Так вот Эдмонтон Ванкувер-Даллас Колорадо Нью-Йорк Рейнджерс Каролина И Флорида И Бостон Последовательно Обыграли Последовательно Обыграли Тампу-Бэй Торонто Вашингтон Нью-Йорк Айлендерс Лас-Вегас Виннипек Лас-Вегас Кстати Действующие Чемпионы Действующие Обладатели Кубка Стэнли Они выбали Из розыгрыша Плей-офф Проиграв Далласу В серии 4-3 Виннипек 1-4 Проиграла В серии Нэшвилл Проиграла В серии Ванкуверу 2-4 И 1-4 Лос-Анджелес Проиграл Эдмонтону Это если судите На западе А на востоке Нью-Йорк Айлендерс Проиграла Каролине 1-4 Нью-Йорк Нью-Йорк Айлендерс Свипнула Полностью Вашингтон 0-4 3-4 Бостон Торонто Ну и 1-4 Флорида Тампо Флорида Пантерс Сергей Бавровского Пока В первом В первых матчах Второго раунда Плей-офф Разыгрыш Кубка Стэнли Проигрывает Бостону 1-0 В серии Причем Это 2 команды Из Метрополитен Дивижн Сталишнего Дивизиона Ну и соответственно Соответственно Сейчас Давайте посмотрим Что у нас происходит Во втором раунде У нас Вот второй раунд Бостон Бруинс Обыграла Флориду Пантерс Первый период Прошел нервно А во втором Много было Заберошенных шайб Морган Гики Марс Майсен Лори И Брэндон Карло Забивали Во втором периоде Мэтью Ткачук Единственную шайбу Забросил За Флориду Пантерс Ну и в третьем Периоде Джастин Бразоу И Джек Дебраск В пустые ворота Забросил шайбу Ворота Флориды Пантерс Джеймис Вейман Отразил 38-39 бросков А Сергей Побровский 24-28 бросков Теперь Нью-Йорк Гринджер С Каролиной Харрикейнс У нас Счет стал 3-4 4-3 В В трех периодах Подряд Джекоб Славян Микози Банижат Дубль на счету Винцент Ротчик В большинстве Так же как и Микози Банижат Забросили шайбы Во втором периоде Все нервно Как оказалось Равная ситуация Происходила Но лидировал Подряд Нью-Йорк Рейнджерс В третьем периоде Мартин Некош Сет Джарвис Забросили За Каролиной Харрикейнс И Артемий Панарин Четвертую шайбу Забросил Ворота Каролиной Харрикейнс Игорь Шестеркин Отразил 22 броска И Фредерик Андерсон 19 из 23 бросков Отразил На МСЖ сфере Проходил этот матч И следующая игра Стоит 7 мая То есть мы в эти минуты Будем записывать Мы уже записываем подкаст Когда будет идти эта игра Вторая игра Вторая игра серии Между Нью-Йорк Рейнджерс И Каролиной Но еще не начинали игры У нас К Далла Старс Галарада Эвиландж И Ванку Эргенакс Эдмонд Эйдерс Пока по бомбардирам Пробежимся Конор Макдэвид 12 очков 10 у Леона Дрэзда Для Мэтью Ткачука И Миккези Банижада Картер Верхег Брэд Маршан Натан Макин Кэл Макар И Мико Ранден И Иван Бушар По 9 очков По проценту Отверженных бросков Среди голкиперов Мы видим, что 950 у Джереми Свеймана 925 у Джейк Озингера Игорь Шестерки 921 очко Стеркин 910 900 у выбывшего Юзе Сараса И 899 у Фредерик Андерсон Из Карлины Харри Кейнс Такова вот Вот эта шестерка Галкиперов Ну и дальше Нам показывают Википедии Кто комментирует Все игры Плей-офф У нас в Нейчилле А теперь Плей-офф МБА Плей-офф МБА Там мы видим, что У нас У нас Еще Несыгранный матч От Клухома Сити Даллас на Западе И Бостон Климент на Востоке А Нью-Йорк уже Продолжает Играть Против Индианы И в серии У них счет 1-0 И Миннесота Денвер 2-0 В серии И так Таким образом Мы видим, что У нас В этой серии В этой непосредственной серии Полуфинала конференции У нас еще не сыграли Как известно Климент и Бостон Но за них Это уже сделали Нью-Йорк Никс И Индиана Пейса Джеллен Бронсон Майл Стернер 23 на 43 Алиса 20 очков Джош Харт По подборам 13 6 3 игрока По 6 каждый Это Несмит Сиак Метапен Таррис Халибертон 8.5 Джош Харт Пороану с ним Тоже 8 передач А вот Соответственно И Даллас А вот Соответственно И Соответственно И Даллас Простите Денвер Миннесота Тимберволс Вот Вторые Пассивы Второй номер Пассива Против Третьего номера Пассива 6 Майя Сыгран был Этот матч 106 80 Победа Миннесота Тимберволс Вторая подряд Серии Эдвардс Карл Антони Таунс Падала 7 Каждый 12 подборов Карл Антони Таунс Карл Андерсон 8 передач 16 подборов Никола Ильича 8 у Никола Ильича По передачам Арон Гордон 20 очков 12 950 Почти зрителей Миннесота Тимберволс В Денвере Показала Шоу Буквально Скажем так Шоу Со своим Соперником Ну и Теперь Ну и Теперь Джоэл Эмбетт Дон Иван Митчелл Высшая цифра В карьере 50 очков 23 Антони Дэвиса По подборам Таррис Калибертон 16 5 Килиобра Джунира По отборам И 5 блокшотов Потому что это Холмгрена И Ивана Мобли В среднем Джоэлана Брунсона 36.6 По очкам 15.6 Антони Дэвиса По подборам Здесь половина Луки Донщича 22.4 По отборам 3 Блокшота Арон В среднем У Ивана Мобли Таким образом Это у нас НБА У нас был Дальше Давайте пробежимся По Мэйджор Лигу Бейсбол Мэйджор Лиг Бейсбол И там мы видим Что Там мы видим Что У нас В топ-3 Американские лиги Восток Пока Балтимор Оливерс Нью-Йорк Янтис Бастон Ред Сокс В Американской Центральной Дивизиона Кливен Гарнис Миннесота Двинс Канзас Сити Ройлс Дальше В Американской Лиге Запад Тексис Рейнджерс Сиэтл Маринерс И Охланд Атлетикс Ред Эфи Филис Атланта Брейс Вашингтон Нейшнлс Топ-3 Национальной Лиги Восток Национальная Центральная Дивизион Мелокий Брюрс Чиканг Кюбс Питбург Пайрейс И дальше Национальная Лига Запад Сан-Джи Сан-Диего Патрас И Аризона Даймонд Бэкс Вот так Это все Происходит Награды Недели Награды Недели Награды Месяца Даже Можно сказать В сегодняшний Нашей Мэджолик Бейсбол Гунар Хендерсон Из Мутибет И Мутибет В Американской Национальной Лиге Получили награды Игроков Месяца Новички Колсон Колсер Из Шоттон И Монага В апреле Лучший Питчер Джозе Беррюс Из Рейнджер Суарес В Американской Национальной Лиге Получили награды Питчера Месяца Или Риллер Месяца Мэйсон Ну и дальше Я думаю Вы все уже видели Мэджолик Бейсбол Мэджолик Сокер Мэджолик Сокер И там у нас Там у нас В общей табличке В общей табличке Нашего Мэджолик Сокер Интер Майами И Реал Сутлайк Разница Между ними Три очка КГО Санценати Эфси Миннесуто Юнайта Двадцать очков Они проходят Первый этап Конгроков Кубка Чемпионов Следующего года Л.А. Гэлэкси Торонто Эфси по 19 По 18 У Ванковер Вайт Кэпс И Галада Рапидс 17 Нью-Йорк Рэд Булс 16 У Сен-ФСи По 15 У Лос-Анджелес Эфси И Коламбус Крю 14 У США Л.ТФСи На парус Нью-Йорк Сити Сити Юстин Динамо И Филатерфи Юнион И Ди Си Юнайтед Тринадцать У Сен-Луис Сити Атлант Двенадцать На парус Клуб У Сан-Харсель Квейкс И Нью-Ингланд Революшн Которые Набрали 7 Очков Вместо нулей В последующих Играх Спор Бомбардиров Леонель Мисси Луис Суарес По 10 Мячей Кристиан Оранга Замыкает Топ 3 Кристиан Бетеки Луис Морган В топ 5 8 на 7 По Забитым Мячам Команда Недели Команда Недели Двенадцатого Тура Берки В воротах Команда Двенадцатого Тура Вера Родригес Аманга Ариага Простите Три защитника Четыре полузащитника Бернардески Бас Рохас Спиноза Суарес Таль Жмесси Три ветерана Мирового футбола Месси Игрок Тура Игрок Двенадцатого Тура И вообще Все эти Недели Двенадцатого Тура Запасные Стопер Циммерман Петкович Маглин Фольсберг Кокошта Струд Мухтар И Чанг Калай Лучший Гонсалес Тренер Двенадцатого Тура Александр Скатранис Резриал Сосайта Лучший Гол Тура Одиннадцатого Вообще Одиннадцатого Тура За апрель Месси Получил награду Леонель Месси За май Мы увидим В июньском Выпуске Подкаста В общем-то Всякое Может поменяться В этих Наградах А может Вообще Один Выиграет Вторую Награду Подряд И тогда Все будет Интересно А теперь Возвращаемся Мы В Европу Возвращаемся В Европу Английская Премьер Лига Английская Премьер Лига Тридцать Второй Сезон Этого Известного Английского Футбольного Чемпионата У нас Восемьдесят Три очка На Восемьдесят 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 Между Арсеналом Манчестер Сити За Примерно Два Тура До Конца Ливерпуль Семьдесят Восемьдесят 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 Вилле Шестьдесят Тоттенхем Хотспур Пятьдесят Ньюкасла Пятьдесят Челси На Ну а награды за март получили игрок Родриго Мунис из Фулхэма, голмиссер Маркус Решфорд и сейфмиссер Матс Селс из Ноттингем Форест. Ну и лучший и футболист года по версии FWA, Футбол Райтерс Ассоциейшн, Фил Фоден из Манчестер Сити. Почему не остальные игроки из разных клубов, мы не знаем. В общем-то надо сказать, что всякое может поменяться в этих премиях. Ну а Лестер Сити, чемпион, прошел в Метисептичем в Премьер Лигу. Лидс Юнайт, Солт Гемптон и там же Вестбромич и Норридж Сити поборются за чемпионшип плей-офф. Выбывают в Лигу 1 Берменгейм Ходерсфилтер и Зархэм. В первой лиге у нас Портман Дерби Каунти проходит ВФЛ Чемпионшип Лигу. Болтон, Петербург, Оксфорд и Барнсли поборются в плей-офф. Челтонгим, Фритфорд, Портвейл и Карлс Юнайтед в ВФЛ Лигу 2. Дальше. Стокпорт Каунти, Врексим и Мансфилд прошли в ВФЛ Лигу 1. За плей-офф поборются Милтон Кинд, Донкастер, Крюве и Кроли Таун. Сатан и Форрент Геннелерс убывают в Национальную Лигу. Это что касается... Это что касается сейчас в этом розыгрыше ВФЛ Чемпионшип Лиги. А сейчас давайте обратимся к нашей Женской Суперлиге Английской. Там у нас Манчестер Сити, Челси и Арсенал. В нашей тройке попадание в Лигу Чемпионов женскую. Борис Таунти выбрал в Чемпионшип. А вот борьба в топ-11 лучших Вестхэм, Лестер, Брайтон, Эвертон, Астон Вилла, Тоттенхэм, Манчестер, Ливерпуль. Ливерпуль взяла четвертое место. И это уже лучший результат для лучшей команды вообще. Женская Чемпионшип Лига. Женская Чемпионшип Лига. Там мы видим, что у нас Кристал Пауз прошел в женскую Суперлигу. Чарльтон на 1 очко им уступает. И стали при этом Кристал Пауз чемпионами Синдерленд. Суроконочка, Султ Гемптон 39, Бирмингем 36, Блайкминг 36, Шевтнад 3.29, Лоннси Лайн и СС 25, Дюрем 23, Ридинг 22, Льюис, Эфси и Водфорд выбывают в Национальную Лигу. Вот так это все и происходит. Так это все и происходит в нашей женской, так или иначе, Суперлиге английской. А мы отправляемся, наоборот, в Россию. А мы отправляемся в Россию, чтобы показать вам, как идет в российской Суперлиге женская ситуация. ЦСКА обыгрывает на 5 очков Динамо. Там же Зенита, Локомотив, 13 у Звезды, 25, 10 у Спартака, 9 у Краснодара, 7 у Ризайн ВДВ, 6 у Ростова, 4 у Енисей, 3 у Чертанова, и Рубин и Колесетов по 0 очков. 6 поражений подряд и надеемся, что увольнения будут очень даже громкими. Очень даже громкими и, в общем-то, сейчас много изменится. Франциско Ордега, 6 мячей, Габи Жиринско, Габи Ангине, 5 мячей. Второе место на неделе, Елена Зубкова, Кристин Лайз, Наталья Машина, по 4 мяча. И то не учитывая пенальти. Ну и, соответственно, по воротарям у нас Анастасия Ананева, 3 сухих матча. Залима Скабоич, 2, Маргарита Широкова, 4, Елизавета Щербакова, 2, Сильвера Тодова, на пару, по 2. Сухих матч 4, Диана Пономаревой, Виктория Носенко, Алена Радыгина, Татьяна Ананева, по 1 мячу. Юлия Горяченко, Татьяна Щербак, по 3. И, в общем-то, все довольно-таки интересно. Все довольно-таки интересно. В нашей женской суперлигией мы возвращаемся с вами в мужскую премьер-лигу. Там у нас случается некая такая борьба. Некая такая борьба за победу и борьба в зоне вылет. Две борьбы у нас имеются. Две битвы у нас даже, надо сказать. Зенит, Краснодар и Динамо. Между ними одно очко разницы. 44 у Локомотива, 43 у Спартака, 40 у Горисоветов и Ростова, 39 у ЦСКА, 38 у Рубина, Ахмат 32 очка, по РНН Оренбург по 29, Урал Фатил по 28 очков. Ситуация в турнирной таблице внизу будет интересной. А Балтика 26 и Сочи 20 очков. Таким образом, таким образом, победы во всех встречах, Урал 7, Фатил 6, по РНН 8, Оренбург 7, во всех матчах, в личных встречах очки Коснодар, Динамо 3, Динамо 0. По ранее забитых и промышленных плюс 2 у Рок Крисоветов, Ростова минус 2. По их личных встречах по 3 очка. Это, судите, основной показатель и дополнительный показатель. Пока у нас в споре бомбардировал Маттео Кассера, 16, Константин Николаев, 14 мячей, Джонни Карлоба, 14, Федор Челов, 11, Эдуард Спирсиан, 10, Мохаммед Канатет, 9, Егор Ганеков, Антон Заболотный, Мерлин Даку, Бенджамин Гар и Евгений Марков, по 8 мячей. Ну а по вратарям у нас Денис Адамов. 3 сухих матчей, 10 у Матвея Сафонова, 3 у Александра Селикова, 1 у Сосана Джанаева, Максим Бориско, 1 сухой матч и 8 у Михаила Киржакова из «Зенита». Вот так это все и происходит в нашем российском футболе. Первая лига, первая лига. У нас определился, у нас может определиться чемпион на «Химки» 57, 55 у «Динамо», «Махачкалинского» 53 у «Акрона» и 48 у «Арсенала», «Тульского», «Родина» 46, 42 у «Алани» на простую меню и «Нефтехимиком» с «Органой Енисея» с «Кахабаровской» и «Шинника». 40 у «КамАЗа», 39 у «Торпеда», 33 у «Черноморца», 30 у «Ленинградца», выбывает «Сокол», «Волгари», «Кубань» предварительно из-за первой лиги во вторую дивизион «А», в которой у нас определились уже, у нас определились в первую лигу вообще игроки, вообще команды, простите, команды, которые могут выйти. Уфа, Новосибирск, Чека застыть, в стыке пройдет. «Спартак», «Кострома», «Авангард», «Химик», «Машук», «КМВМ» в золотую группу выйдут. И в серебряную группу выбывает «Муровер» с «Челябинской металловкой». «Ротор» на четвертом месте, 17 очков и никаких шансов поворот за стыки. Ну и дальше давайте мы посмотрим «Кубок России». «Кубок России» у нас, у нас, у нас, как известно, 15 мая будет сыгран еще один матч. 15 мая будет сыгран еще один матч между «Зенитом» и «ЦСК». А в финале «Пути регионов» «Спартак» сыграет с «Калининградской Балтикой». Суперфинал 2 июня в Лужниках. 2 июня суперфинал в Лужниках. Большой финал «Кубка России» в Лужниках между двумя командами, которые выигрывают финал «Пути РПЛ» и «Пути регионов». Напоминаю, все это состоится в привычное вечернее время. А теперь Германия. Германия, немецкая Бундеслига. У нас давным-давно определился чемпион. Впервые Байер Ливеркузен выиграл этот чемпионат. В Лигу чемпионов в Еврокубке попадают Байер, Бавария, Штутгарт, Эрблейц и Баруси. Выбыл у нас Дармштадт. 98. Выбыл у нас Дармштадт. Кёльн еще может побороться за два тура до конца с Майнцем. Но у них, но у Майнца в стыке на повышение в классе. Кёльн выбывает. Айнтрадт-Франкфурт. 45 очков. 41 у Фрейнбурга. 40 у Хофенхайма. Борьба за топ-7 Еврокубков продолжается. Оксбург, Хайденхайм, Вердер, Вольсбург, Барсюминглабах, Бахум и Унион Берлин. 15 место и 30 очков. Унион Берлин может побороться с Майнцем за повышение в классе с 16 места. Ну, я думаю, будет интересно посмотреть, как будет выглядеть ситуация в нашем немецком футболе. Итальянский футбол у нас продолжается. Интер в 20-й раз взял чемпионство. В покупке прошли Интернационали и Милан. Салернитана выбыла. Из розыгрыша серии А в серию Б, Сесула и Удинеза подалось 9 очков. И они борются с Эмполи, Фразиноне и Калери в топ-17 в борьбе за выживание. Ювентус, Болония, Рома в лиговую этапу. Продолжается борьба. Аталанта и Лацио в лиговой этапе в Риге Европы. Фиолеттин в лигу конференций в раунд плей-офф попадает. Наполи, Торино, Монце, Дженуа, Лечи, Элос, Вероно, Калери, Фразиноне и Эмполи борются за выживание в серии А. Интернационали выиграл в 20-й раз чемпионат Италии в серии А. Это во-первых. А во-вторых, у нас еще в Испании может определиться чемпион. Это Реал Мадрид. В Еврокубки попадают Реал Мадрид, Джирона и Барселона. В лиговые этапы там же Атлетик Мадрид может побороться с Атлетик Бильбао, Реал Севедат в раунд плей-офф лиги конференции ЕФА. Реал Петис 52 очка, Валенсия 47, Вилья Реал 45, Хитапе 43, Алаве 41, Севилья 41. Напару с Алавесом 49, 39 у Асасо, 37 у Лас Пальмас, 34 у Сельдера, Ави Валикано, 32 у Малерки и 26 у Кадисса. Граната Альмира выбыла из Ла Лиги и Спортс в Ла Лиге Хайпермошен Промайзес. Теперь Франция. Лига 1 2023-2024, где сократилось число команд с 20 до 18, Пайз Ржермен 12 раз выигрывает Лигу 1. Гавр имеет новые клубы, а вот борьба за... Борьба за Лиговый этап будет интересной. Монако и Брест на втором и третьем месте. Лиль 55 очков в третьем полу Лиги Чемпионов УФА не проходит. 51 у Ниццы. В Лиговый этап Лиги Европы УФА-Рамбла проводит Ланс. Рен и Марсель и Лион поборются с Лансом за... Шестое место. 40 очков в Тулузе и Реймс. Страсбург 36 на 33, Гавр 32. Выбираются они из зоны стыков. Мец в стыки временно попадает. Ларьян и Крирмон в Лигу 2 выбывают. Ну и дальше... Ну и дальше у нас... В Лиге 2. В Лиге 2 у нас... Может выйти... Может выйти из Лиги 2 БКТ в Лигу 1. В Лигу 1 французскую. Сейчас один из нескольких клубов. Так вот, Остер и Сент-Этьен проходят в Лигу 1 французскую. После столького перерыва. Анже Родея Паришев на повышение в классе. Проходит плей-офф Труа. Эстак Труа, Квейлируан, Конкарнау и Валансиен выбывают в Национальную Лигу. Национальную Лигу. И, соответственно, все происходит не случайно. Дивижион 1 феминин в Франции. Лион, Париж, Ержемен, Париж FC и Флери проходят в плей-офф в таблице лиги. Лиль и Бордо во второй дивизион феминин проходят. Ну и вот, соответственно, четвертое место в борьбе. Еще неизвестно, Флери Ли Реймс выйдет в плей-офф. Который может завоевать места в полуфинале плей-офф. И там в плей-оффе будет видно, как Лион, Париж, Ержемен, Париж FC, одна из команды, лично в четвертом месте, поборется за финал и за третье место. Ну что ж, теперь мы отправимся немного немало в Германию, Фраундбундеслига. Мы несколько видим, что Барри Мюнкин стал чемпионом. Вольсбург и Франкфурт борются за топ-3 первого и второго раунда Лиги Чемпионов. Хофенхайм 34, Эссен 32, Барри Виклюзин 28, Вердебремен 25, Ербалеевс 23, Фрайбург 21, Кёльн 12 и Дюйсбург 4 очка. Бывает во вторую Бундеслигу женскую. Ну а дальше на Женскую Лигу Чемпионов у нас определились финалистки Леона Барселона. Леона Барселона в Сан-Мамес в Бильбао будет сыгран в финал 25 мая 2024 года между Барселоной и Леоном. Ну а в Лиге Европы, Лиге Европы состоится финал 22 мая, 22 мая в Лиге Конференции соответственно 29 мая и соответственно вот в Лиге Чемпионов у нас финал будет на Уэмблее 1 июня, еще до момента, когда будет Кубок России. Ну что ж, мы с вами рассказали о том, как отжигали любимые герои команды и сейчас мы приступаем к обзору видеоигр нововысших и предстоящих. Итак, поехали! Начинаем нашу третью и последнюю тему в нашем подкасте, это видеоигр нововысшие и предстоящие. И давайте посмотрим, какие из нас ожидают на этой неделе и вообще в последующие. Индика вышла 8 мая. Индика выйдет 8 мая. На Windows PlayStation 5 X2 Series Success от 11-Bit Studios и 11-Bit Studios от Меттер. Вышли у нас Clash Fighting от Maximum Entertainment и Abedin Bridge от Биллер Бейкери. У нас, кстати, Little Kitty и Биг Сити 9 мая выйдет в День Победы наш, в День Победы, в Наш День Победы от Аблдаггер Студио. На Windows, Nintendo Switch и Xbox Series Success. Animal Well 9 мая также выйдет Rainbow Cotton 9 мая. Также выйдет шутер-мап от NN Games и Success. Но единственный спортивный релиз, который мы видим, это F1-24 от Кадмас и Сеначи и Спортс. Кадмас, получается, история в этих видеоиграх. Эдвардс Кросс Онлайн Голд Роуд 3 июня. Выходит также Star Wars Hunters на Nintendo Switch iOS и Дроид 4 июня. Капком, Monster Hunter Stories и DLC Wings of Ruins на PS4 на Nintendo Switch и Windows. Дальше, Luigi Mansion 2 от Nintendo Next Level Games. Ну и дальше, Spine Anna, Operation Memories на Nintendo Switch, PS4 и PS5. Это лис мировой, но для Японии он выходит 27 июня. Дальше. В июле месяце, 5 июля, выходит Black Falls for Satin и Legend of Heroes of Thrones through the Daybreak от NIS America и Nihon Falcon. Ну а еще мы увидим некоторые презентации и некоторых видеоиграх, которые будут летом. Это как раз eSports College Football, заявленный самой компанией eSports. Там же мы увидим, наверное, WRC. Там же мы, наверное, увидим... ПГА Тур новый, если не раз два года он будет идти. И Испорт Си-24, и Испорт Си-25 даже, надо сказать, будет следующим релизом. Иначе 25 и модель на 25. Не знаю насчет баскетбола, но НБА Туки явно правит миром, правит полимперенство во всем мире. И пока что НБЛайф серия, если что-то мертво, она никогда не возродится. Никогда даже не получит в итоге. Ну а что касается игр НБА Туки, то там довольно интересная получается история. НБА Туки вышла 28 сентября. И, соответственно, следующая игра выйдет тоже в первую неделю сентября НБА Туки 25. НБА Туки 25, и, наверное, мы все увидим по ходу дела. Ну и дальше... ИФС-5 у нас вышла, так что через несколько лет будет и ИФС-6, шестая часть. Может быть, ИФС-6 от Испорция, но если они будут делать раз не в два года, а в три, то, наверное, в 2026-2025 мы увидим Испорция ИФС-6 как определенный симулятор Ultimate Fighting Championship. Ну что ж. Вот такая у нас получается история с видео, с играми на высшими и предстоящими. Следующая наша встреча в нашем подкасте состоится... с 17 мая, 17 мая. И 17 мая мы с вами будем обозревать, точнее, превьюить Гран-Премия Романии. А я начну Гран-При Сан-Марина рассказать про то, как отжигали любимые герои команды. И затем расскажем про видеоигры на высшие предстоящие, которые выйдут на этой неделе и в последующие тоже. Ну что ж, я надеюсь, я ничего не забыл. Подпишитесь, поддержите лайком это видео, не забывайте нажимать на колокольчик под всеми нашими видеоматериалами, комментируйте и слушайте наш подкаст, где бы вы не находились. С вами был Дизет, вы были только что на канале у Дизета, и вы послушали 67-й раз и посмотрели, ну, и супер-дизет подкаст. До новых встреч, друзья, и всем увидимся через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok